Откровение братьев Нутуутос буквально шокировало нашу съемочную группу. 70 украинских беженцев из Янакиева, Дебальцева, Луганска и Донецка оказались обмануты работодателем. На строительство федерального объекта в Кяхтинском районе в селе Харанхой предприниматель использовал их в качестве бесправных гастарбайтеров. Первая командировка была Харанхой. Я там, получается, отработал 30 дней без выходных. Без выходных с графиком с 8 до 12 ночи и до часу, и до 3, и до 4. Бывало, что сутками работали. Заплатили, получается, 20 тысяч. Когда была зарплата, люди возмущались, что мало выплачивали. Начал пугать федералами, что говорит, сейчас вас высадят по дороге в поезд, высадят и пойдете домой пешком. Документы подтверждают, братья действительно граждане Украины и сейчас имеют официальный статус беженцев со всеми разрешающими трудовую деятельность бумагами. Сейчас о ком идет речь? Как зовут этого человека? Как называется фирма? Умбоев Саян Владимирович. Фирма «Рубин». Сейчас от 70 рабочих в Улан-Удэ осталось 20 человек. Работают на стройке в центре города и отношение работодателя, по их словам, стало еще хуже. В день бригаде семи рабочих на обед выдается от 400 до 1000 рублей, которые вскоре с них спишут и без того мизерной зарплатой. Ну, работали мы 30 дней, ну, месяц, грубо говоря. Получил 10 тысяч. А сколько вам обещали? Ну, обещали от здельщины, ну, от 15, 20 до 30. Но это деньги для строителя-специалиста. Для разнорабочего сумма предусмотрена гораздо меньше. Ну, это то, что мы заработали, получается, по ихним расценкам. 5 387 рублей вот за это строительство. Да, за это строительство, за месяц работы. Слова коллеги подтверждает еще один беженец. Бедственным положением людей попросту воспользовались. Мы приехали с Украины. Ситуация не очень нормальная. Поэтому, в принципе, беремся за любую работу, какую нам предлагают. Ну, проработали мы здесь больше месяца. И заработная плата нам определилась в районе 6 тысяч. Я даже не могу почитать, сколько это получается в день, если мы работали с 9 до 18. И один день – это выходной. Руководитель фирмы, которая нанимала беженцев на работу, в телефонной беседе все обвинения в свой адрес категорически отверг. Остальные люди работают, довольные, и претензий у него как бы нет. Ну, бывает, как бы, в каждом стадии какая-то паршивая оста, которую мне устраивало. Часть беженцев приехала в Улан-Удэ с женами и детьми. У многих именно 15 мая – последний день оплаты за арендуемое жилье. 20 человек могут остаться без средств к существованию и крыши над головой уже сегодня. Мы будем следить за развитием событий. Намсарай Намсараев, Блад Бадмаев. Новости дня.